Итак, главная тема. Сегодня на Донгусском полигоне произошел очередной неконтролируемый взрыв. Он стал самым мощным из всех. Три мощных хлопка были слышны почти во всех районах областного центра. В Оренбургском районе, введем режим чрезвычайной ситуации, по официальным данным взорвались боеприпасы. О жертвах и пострадавших пока никакой информации нет. Елена Желанина продолжит. Донгусском полигоне Результатно. Сотовая связь в очередной раз дала сбой. Сигнал «Внимание всем» дали спустя 15 минут после взрывов. Я просто искала мужа своего. Его не было дома. Я хотела узнать, где он. И не могла дозвониться, потому что связь сразу пропала. Слухи о взрывах ходили разные. Говорили, глубина воронки достигает 50 метров. На месте это не подтвердили. Пускай не волнуйся. Все хорошо. Детей эвакуировали только в Донгузе из школ и детских садов. В городе хлопки слышали, но эвакуации не потребовалось. Все повреждения зафиксированы. И на днях их обещают устранить. Мы имеем небольшие повреждения в 15 школах, в 5 учреждениях доп. образования и в 4 детских садах. Сейчас работают комиссии, которые определяют, насколько эти повреждения представляют угрозу для безопасности. И если каких-либо серьезных разрушений выявлено не будет, то наши дети спокойно завтра утром пойдут в детский сад, в школы и будут заниматься доп. образованием в наших учреждениях. В своем блоге оренбуржцев поддержал губернатор Юрий Берг. Он сейчас находится на заседании Госсовета. На происшествие отреагировали и в Законодательном собрании области. Во многих жилых домах, школах, садах детских выбиты оконные стекла. Есть незначительные повреждения. Законодательное собрание области дало поручение председателям профильного комитета Александру Петровичу Соляннику обратиться к представителям строительной отрасли с просьбой, чтобы они выделили людей, которые могли бы принять завтра утром участие в ликвидации последствий вот этой трагедии. В больнице никто так и не поступил. Официально погибших и пострадавших нет. Какое-либо заражение тоже отсутствует. В Оренбургском районе введен режим чрезвычайной ситуации. И вот печальная статистика. За период активной утилизации боеприпасов области пострадало 7 солдат-срочников. И один офицер погиб. Этот случай обошелся без жертв. По официальным данным. Елена Желнина, Вести Оренбуржья. И буквально несколько минут назад ситуацию прокомментировал главный федеральный инспектор по Оренбургской области. Он отмечает, что военные предприняли все возможное, чтобы обеспечить безопасность личного состава. Вот что в частности говорит Сергей Гаврилин. В 12.45 по местному времени на военно-полевом складе было замечено задымление одного из ящиков со снарядами. Локализовать возгорание не удалось. После этого последовала команда всем в укрытие. В тот момент в непосредственной близости от взрыва находились 55 человек. Всего в утилизации принимало участие 641 военнослужащие. Из них 337 непосредственно в подрывных работах. В настоящее время весь личный состав налицо. Не обнаружен только старший лейтенант Алексей Титов. Поиски которого продолжаются. Обстоятельства взрывов проверяет военная прокуратура Центрального военного округа. По указанию министра обороны в Донгузе работает комиссия военного ведомства во главе с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Валерием Герасимовым. В ближайшее время ожидается прибытие заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и губернатора Юрия Берга. Эхо взрывов было слышно и в областном центре. Вот что говорят очевидцы из Оренбурга. Зашаталась вот эта пластиковая перегородка. То есть очень сильно. Мы подумали, что кто-то из детей или ударился, или толкнул ее. Вышли, никого нет. Буквально через пару минут произошел еще один взрыв. Она опять зашаталась. Пошли посмотреть, может быть, в спортзале дети сильно прыгают. Я вот как раз сидела, вышивала. И это такой взрыв громкий. И посуда у меня зазвенела. Я посмотрела сюда, второй взрыв подряд. Прям один за другим. Хлопки такие мощные. Третий взрыв я уже все бросила. И подошла на кухню к окошку смотреть. И смотрю со стороны вот Донгуза, ну, с левой стороны от меня. Такие вот черные, темные, три облака поднялись. Как вот показывают по телевизору атомные взрывы. Прямо вот грибы настоящие. Как прошла волна, мы выбежали на улицу. Вот прошло время, мы потом оглянулись, посмотрели сюда. Вот пошли трещины вверх и вниз. Нам очень страшно, я не знаю. Еще такое-такое, и у нас просто развалится дом на четыре части. Все. Это как в трещинах все эти. То есть дом и так, я понимаю, слабенький, да? Да, да, да. Шатка-валка, но он как-то замазан был. А сейчас я не знаю, что будет дальше. Вот когда это все случилось, что вы сделали вообще? Мы перепугались просто-напросто, мы не поняли, мы перепугались, взяли детей и выбежали вот сюда, вот, на улицу. Все. И стояли, просто ждали, не знали, что нам делать, даже куда. Потому что у нас рядом заправка, газ-заправка, бензиновая заправка. Мы все окружены здесь полностью, как в вакууме. С той стороны у нас заправки, везде заправки.